Для Виктории Князьковой, мамы-второклассницы, открытие нового образовательного учреждения в микрорайоне Пригород-Лесное стало долгожданным событием. Раньше приходилось возить дочку в соседнюю Молоковскую школу. Конечно, было тяжело, школа маленькая, детей очень много было, учились несколько смен, ездили на автобусах. Поэтому открытие, конечно, школы в нашем микрорайоне, который так большой, постоянно растет, это очень большое и важное событие, которому мы сейчас очень рады. Торжественная линейка состоялась не 1 сентября, а 12 апреля. Символично, что именно в День космонавтики дети переступили порог нового учебного заведения. Кабинеты с наукой мне, между прочим, нравится окружающий мир, потому что там очень много разных таких материалов, которые мы сейчас проходим, и они связаны с природой. Образовательное учреждение площадью 18 тысяч квадратных метров состоит из трех блоков, соединенных между собой надземными переходами. Многих школьников-новоселов очень впечатлило огромное здание. Школа большая, и тут будет много человек, и можно потеряться. Нужно будет все время учиться, как тут нужно находить столовую, класс. Пока Мисайловская школа номер один запустилась не в полном объеме. В данный момент в ней обучается около 600 детей. Большое дело сделали, и надеюсь, что здесь, в этой школе, будут учиться будущие. Крутые ребята, которые станут лучшими в мире по многим направлениям. Конечно, для нас это будет огромной радостью. После торжественной части была проведена небольшая экскурсия по школе. Гостям показали столовую на 640 человек. Три спортивных зала, учебные кабинеты, оборудованные мастерские и лаборатории. Отдельный трехэтажный корпус школы полностью предназначен для начальных классов. Главная достопримечательность здесь – просторные рекреации. В них одна из стен со специальным покрытием, на которые можно рисовать мелками. Сегодня мы получили то, что детишки идут пешком. Из дома пешком до школы у них такого никогда не было. И сегодня состоялось такое своеобразное первое сентября. И столько счастливых детей, наверное, не было ни на одной школе, которую мы открывали. Это очень приятно. Ну и плюс, к первому сентября мы переведем уже 9-11 класс, которые сейчас готовятся к экзаменам. Соответственно, их тревожить не нужно. Об этом мы обсудили. На территории школы располагается стадион с беговой дорожкой и футбольным полем. Стоит отметить, что учеников помимо обязательных уроков во второй половине дня большой выбор дополнительных занятий по самым разным направлениям. Школа вообще рассчитана на занятия не только в первой половине дня, но и для блока дополнительного образования. Соответственно, в планах у нас развить блок дополнительного образования и как можно больше открыть коллективы, кружки для занятий детей и взрослых. Естественно, мы будем открывать эти коллективы не просто, как мы это видим, а стараясь учитывать мнение и спрос жителей. В ближайшее время, как рассказал временный исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, начнется строительство еще одной школы в этом микрорайоне. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.